Ко Дню Победы все готово. Готовиться к празднованию памятной даты начали давно. Благоустраивать дворы, скверы и парки, приводить в порядок памятники героям Советского Союза, развешивать баннеры и экраны. Каждый день, вплоть до 9 мая, в регионе пройдут тематические акции. Это и диктант Победы, и окна Победы, письмо ветерану. Ну и самое главное – поздравят ветеранов. Все депутаты Ульяновской городской думы, вся администрация поздравляет ветеранов с Днем Победы. Мы разводим открытки, разводим подарки, которые приобрели для ветеранов Великой Отечественной войны, и продуктовые наборы. Соответственно, перед этим была проведена большая массовая работа по обеспечению, по помощи в благоустройстве территорий, домов, квартир, в которых проживают ветераны. С 6 мая начались церемонии возложения цветов к памятникам героев Великой Отечественной войны. Во дворах, где проживают ветераны, пройдут небольшие парады с участием творческих коллективов. С 6, 7 и 8 в районах города пройдут церемонии возложения цветов. Здесь мы с помощью наших волонтеров, молодежи, приводим в порядок все памятники. И молодежные организации, общественные организации будут возлагать цветы к памятникам героям войны. 9 мая в городе будет три основных концерта развлекательных площадки. На площади 30-летия Победы пройдет митинг и реквием и возложение цветов. На Соборный – парад Победы. А позже будет работать кинозал под открытым небом. На эспланаде выставят военную технику. А вечером на площадках пройдут развлекательные программы. Самая долгожданная акция «Бессмертный полк» в этот раз пройдет в оффлайн-формате. Маршрут шествия от площади Ленина через бульвар Пластово по улице Гончарова до площади 30-летия Победы. По обеим сторонам улиц будут работать творческие площадки. В 22 часа прогремит праздничный фейерверк. А чтобы ульяновцы смогли вечером добраться до дома, работу общественного транспорта продлили. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Управда ТВ.